Привет, Воронеж! Мы в команде Догон. Веню звучит круто, просто приезжай в концерт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый вопрос у меня будет такой. К нам уже неоднократно за последние несколько лет приезжают группы из Швейцарии. Именно такой направленности, вот джаз при джаз, то есть авангардная музыка. Как по-вашему, почему именно Швейцария таким стала, как бы, так много там такого именно направленности? Почему именно Швейцария и почему именно такой стиль, вот, как бы, там актуален? Я не подумал об этом, но у нас есть возможности, это, наверное, для того, чтобы научиться, и, по-другому, чтобы репетировать и строить наши идеи. В Швейцарии много возможностей для того, чтобы путешествовать, дарить, делиться своей музыкой с другими, и, в принципе, репетировать. То есть это очень распространенное занятие в Швейцарии, занятие музыкой. И, по-другому, чтобы приехать здесь, есть программа прохельфетия, для государства. Они помогают нам, чтобы приехать здесь, что очень-очень хорошо. Существует такая программа государственная, по которой всем музыкантам помогают материально, чтобы они ездили с музыкой, путешествовали и гастролировали. Следующий вопрос у меня будет посвящен уже непосредственно вашему творчеству, вашей группе. Изначально вы задумывали эту группу в таком виде, в котором она существует сейчас, то есть какая-то основа была такая же, какая она до сегодняшнего дня существует, либо она менялась в процессе каким-то образом, какие-то новые прибавлялись идеи, новые стили, как-то все изменилось, как относительно того, как все было изначальным образом. The last question I don't understand. Did it survive? You know, the idea of your group, was it similar at the beginning and now? То есть изначально задумывали именно такую музыку играть или в процессе претерпели какие-то там? It was a little different, because we begin with jamming around, having fun, and searching the grooves and the music we like, and after doing this, I think, half a year, we get the great gig at the moots in Zurich, and then we have to define what we are going to do, and Eric has some stuff with him and wrote some tunes, and then we do the program we play now. Yes. Well, first of all, first of all, the guys were playing just like this, for yourself, fun, and then there was a very successful concert in Zurich. So it turned out that they started doing this with the music, and as the government supported them actively, Eric wrote the melodies, and then after they found their sound, they decided to perform. that they were playing, and they were playing. Then we'll see you then. Let's see you then. Number 2. . Спасибо. Люди слушают вне, условно говоря, работы, для себя, для души. Есть ли музыка, которая косвенно отличается от того, что исполняется, но которая импонирует, которая нравится. Итак, ребята, следующая вопрос о музыке, которую вы слушаете. Скажите, пожалуйста, что музыка вы слушаете? И есть ли там совершенно другая музыка, которую вы слушаете от вашего стиля? Какая музыка тебя исполняет? Может быть, это другой стиль, совершенно отличный от вашего? Я думаю, что мы очень любые люди, мы слышим музыку. Я даже очень люблю музыку, музыку, музыку из Африки, индийскую музыку. Я очень люблю это, чтобы слушать. Я очень интересен в культуре, фарменко или что-то. Я пытаюсь сделать мой миксер. Я имею в виду, что Светландия имеет традицию музыки, но это не так сильно. Мы не играем в другой стиле. Мы не играем на эбэзе. И поэтому, может быть, у нас будет отличный миксер. Мы не имеем большую культуру музыкально. Мы не играем музыкально. Мы делаем фьюжи. И это впечатляет в каждом стране. Ребятам нравится, потому что народная музыка, фолк-музыка, этническая. И они очень часто вдохновляются африканскими мотивами и похожими с ними. А так как в Швейцарии нет особо традиций музыкальных, то есть музыкальная культура не особо развита, то ребята управляются фолк-музыкой и пытаются делать свои какие-то миксы, то есть смешивать разные стили музыки и создавать что-то свое. А как бы дополнение, а что по поводу таких совершенно иных стилей, например, там поп-музыка или тяжелая какая-нибудь музыка? Ага, and what about pop-music or maybe rock, metal, hard rock or something like that? What do you think of it? I like it, it's great. I like Meshuka, perhaps. You know this band, it's a Scandinavian metal band, really hard stuff. And I like that sound too. What does it call? Meshuka. The extreme style. The extreme hard rock. And we also teach, so a lot of, especially for the guitar. So you teach music? Yes. You have students? And we're all teaching. And especially for the guitar, the kids want to play like AC-DC and this stuff. So we do this a lot. And we just had like a project where we played AC-DC and stuff, but very different, a bit more complicated and a bit more spins in it. So we like to play with that. And what's interesting is that the guys teach music. There are little kids who learn to play on guitar, mainly on barbanks and instruments. And also, when kids come to me, they say that we want to play like AC-DC. So we have to put them in their style of music, which is completely different from the band. And they also have a project that was made of that they played AC-DC songs, but they used more melodies. They were more difficult. And they just kind of, kind of, you know, made it easier to play with the music. The next question is about the album industry and albuming, of course. Now, we have a tendency with, and in Russia, and in the, as it is possible, to say that album, as an actual material user, already goes on a net. The discs are poorly sold, many records, and many records are sold. All of them, in the same time, they usually come to music from internet. How is this in Switzerland? И если ситуация тоже такая, не очень хорошая, то каким музыканты видят продолжение альбомной формы? То есть, может быть, это какие-то файлы в интернете, какие-то там приложения к ним какие-то? Или как это вообще они себе представляют в будущем? Да, потому что CD-сторы появляются. Есть еще одна группа любителей, которые покупают, и они покупают на концерте. Поэтому мы все равно имеем CD, но мы не можем продавать их в магазинах. Так что они появляются медленно. Магазины медленно исчезают, но все равно остаются те люди, которые любят диски именно и покупают их. Поэтому ребята стараются продавать свои материальные носители с музыкой на концерте. А по поводу будущего, какая-либо глобальная форма, можно ли как-то эту проблему решить, чтобы придет какой-то новый носитель, допустим, какой-нибудь, может быть, электронный или что-нибудь такое? И, собственно, опять люди начнут таким образом музыку приобретать, и не хотят каких-то таких единиц по этому поводу музыки. Это будет, наверное, как это. Есть какие-то идеи, которые вы просто платите для артиста, и что вы получите все, что вы получите, что вы получите с одного или двух треков. И также с этим биткоином. Я думаю, что это может случиться в будущем. Так что вы имеете в виду консерты? Да, в виду консерты, но также в интернете, чтобы вы платите в предыдущем, чтобы поддержать артиста, который вы любите. Я понимаю, я понимаю. И, как раз он получит что-то, вы получите это. Так что вы поддержите больше людей, которые вы думаете, что вы любите их, и вы получите их музыку. Да, такое возможно, и ребята считают, что совсем скоро индустрия придет к тому, что просто будут люди платить любимым артистам за то, чтобы они просто выступали. То есть как-то поддерживать, спонсировать, как называется, make a donation. Да, да, да. Так, и еще такой вопрос поступил. Практикуют ли музыканты онлайн-концерты в интернете? И как бы, как им такая идея, если этого не было еще, как вот они относятся, есть ли в этом как раз какое-то развитие индустрии музыкальной в целом, новое какое-то слово? Да, да, да. Я думаю, это хорошо для тех, кто не может приходить, может быть, в других странах. Мне нравится идея, что если вы не в одном стране, вы можете приходить на это видео, вы можете увидеть концерт, но если вы в городе, вы должны приходить сюда. Я вижу. Но есть интересные вещи, когда вы можете интерактить с человеком via Skype, по-клевому. Это какие-то новые вещи, которые могут быть интересными. Но просто смотреть концерты на Skype, я не знаю. Ребята считают, что Skype можно использовать для того, чтобы, например, репетировать вместе, то есть кто-то играет в одном городе, и кто-то играет в другом, и можно так репетировать, взаимодействовать. Что касаемо онлайн-концертов, то все-таки ребята предпочтут живые концерты таким онлайн, скажем так, трансляциям, потому что если уж ты находишься в одном городе с выступающей группой, то почему бы не сходить по ней, взаимодействовать, не оторваться. А если нет? А если в другой стране хочется побывать? А если в другой стране, то в принципе можно воспользоваться такой идеей, то тогда она пригодна вполне. И мы играем сегодня в Книжный клуб. Нет, Книжный. Книжный. Книжный-Бетровский клуб. На басе вы слышите Томас Тавано. На драме, что название для драма? Барабанец. На барабанец. Это Тобиас Хунцикер. И на гитаре Эрик Хунцикер. И они не братья. И они не братья. Спасибо. 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 Спасибо большое, что мы здесь находили в Петровский Буркло. Спасибо большое. Извините, что мой русский не так хорошо. Мы здесь для первого раза. Но эту фразу я написал, я думаю, что я помню. Наша группа называется ДОО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова